здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия иликова сегодня у нас в гостях этнолог доктор исторических наук заместитель директора института международных отношений истории востоковедения раэль равилович фахрудинов и мы с ним будем говорить об адаптации мигрантов в условии миграционного кризиса который сейчас это очень актуальная тема здравствуйте добрый день раэль равилович проблему миграционного кризиса сейчас у всех на слуху и в частности интерес наших европейских коллег зачастую связан с тем каким образом вообще возможно интегрировать мигрантов и на культурных мигрантов каким образом возможно сосуществование людей разных культур в одном обществе и их очень интересует тот опыт который накоплен российской федерации вот в условиях как раз взаимного мирного существования различных культур не секрет что миграционные потоки основные которые приходят на территорию российской федерации это постсоветское пространство и в основном средняя азия которая сейчас принято называть центральной азии и я знаю что вы эту тему очень хорошо знаете что вы участвовали в ряде исследований на эту тему поэтому у меня вот такой вопрос насколько вообще миграционная тематика та который владеет вот наше научное сообщество насколько этот опыт применим по-вашему на территории европейского союза на территории других стран возможно ли на их территории воссоздать то что на территории российской федерации формировалось десятилетиями а в некоторых случаях и веками как это в случае с татарстаном да спасибо проблемы которые связаны с современными миграционными процессами они сегодня не просто актуальны они наиболее значимы для российского общества и конечно надо прямо признать что проблема миграции проблемы собственно миграционных процессов она в общем-то для нас не нова другое дело что на сегодняшний день она создает большое количество проблем которые мы обычно называем вызовами но и надо признать что та европейская модель адаптации и интеграции мигрантов которые на сегодняшний день существует собственно европейцы это и признают сами она конечно до конца не срабатывает и нуждается в существенной корректировке я бы при этом особо подчеркнул что на россии правда уникальная страна которая имеет многопековую историю формирования моделей толерантного отношения представителей различной конфессии культур языков и проблема усиления миграционных процессов она вносит что-то новое и требует конечно же выработки каких-то новых моделей причем очень важно что на современная миграционная политика с моей точки зрения она базируется на трех очень больших особенностях первая особенность это без сомнения отношения между бывшей метрополией и бывшими колониями применительно к нашей стране ну это российская империя это советский союз в самом деле если мы берем в качестве примера бывшие империи скажем британская империя французская империя и так далее то основная часть мигрантов которые проживают в лондоне это преимущественно выходцы из бывших британских колоний это пакистан индия и так далее то же самое мы можем констатировать и франция это в основном мигранты это выходцы из бывших французских колоний это северная африка но и хотим мы того или не хотим представители бывших союзных республик мы говорим сейчас о среднеазиатских республиках преимущественно для них москва петербург казань в целом россии является конечно же бывшей метрополией и я думаю что миграционные потоки которые будут исходить происходят и будут исходить из республик средней азии в целом из бывших союзных республик они конечно же будут преимущественно ориентироваться я думаю что не одно столетие это бывшие метрополии это на территории российской федерации ну можно я тут сразу такую заметку что мне кажется не совсем как сказать не совсем стопроцентно можно отождествлять вот бывшие колониальные страны все которые принадлежали к британским колониям или французским колониям и те республики постсоветские которые остались после ссср потому что даже сама политика метрополии по отношению к колониям да она подразумевает немножко другое отношение нежели было в случае со среднеазиатскими республиками но и в принципе со всеми вот постсоветскими республиками и но вот вы затронули интересную тему британских колоний и французских колоний поэтому меня сразу вопрос не секрет что именно франция эта страна которая очень сильно страдает от миграционного кризиса именно там эти лагеря за печально знаменитые лагеря в кале и именно там мы первый раз столкнулись вот в 2005 году с волнениями французской молодежи французской молодежи алджирского происхождения или арабского происхождения когда писали и поэтому у меня вот такой вопрос как вы считаете в каком поколении возникают проблемы с мигрантами то есть в каком в каком поколении мигрантов начинается какое-то такое вот недовольство проявляющиеся не проявляющиеся латентное когда начинаются собственно проблемы с титульным населением это очень хороший вопрос он сложный вопрос мы при обмене мнениями с нашими европейскими коллегами часто этот вопрос поднимается как европейскими нашими коллегами такие отечественными исследователями вы знаете я хотел бы здесь вспомнить фридриха нет же который свое время ввел по найти понятие рессентимента взаимоотношениях между господином подчиненным согласно вот его вот этой модели в начале подчиненный он восхищается своим господином его отношением к себе его уважительным отношением к себе его властью его высоким положением однако постепенно происходит обратный эффект со временем он начинает понимать что он вряд ли когда достигнет такого уровня социального материального он скорее всего не достигнет уровня статуса в обществе которые достиг его господин и постепенно такое отношение которые на первых порах я бы назвал восхищением постепенно перерастает в недоумение а в итоге это приводит и зачастую к ненависти но и рассуждая анализируя отношения взаимоотношения мигрантов с коренным населением я бы спроекцировал вот эту модель и на мигрантские современные потоки дело в том что первая волна мигрантов которые появляются будь то в европе будь то у нас они очень довольны они радуются тому материальному положению которые у них возникает они они радуются тому новому социальному статусу но однако постепенно это же восхищение постепенно перерастает в недоумение и осознание того что они этого статуса никогда не достигнут и постепенно происходит переосмысление отношения коренному населению в целом к социуму в котором вливается он постепенно начинает понимать что никогда этого не достигнет и особенно ярко это проявляется как это ни странно во втором поколении именно второе поколение мигрантов яркий показатель негативного отношения к коренному населению негативного отношения к тому социуму в который он влился а если вы точнее в которые влились в его родители. Такая тенденция наблюдается, это правда. То есть мы можем просто проводить параллель, наверное, с категорией беженцы и с категорией мигранты. Совершенно верно. Потому что вот тех мигрантов, сейчас миграционный кризис, он от слова мигрант, всех считают мигрантами. Хотя есть категория людей, которые, правда, являются беженцами. Но вот юриспруденции, вы же знаете, что там четко разделяют. Если человек покидает свою страну из-за опасений за свою жизнь и за жизнь своих близких, то он в этот момент беженец. Как только он пересекает границу, оказывается в стране, где его жизнь ничего не угрожает, он все еще беженец. Но если он двигается дальше, он уже мигрант. Вот те, кто формально получается, что те, кто оказывается сейчас во Франции, в той же самой, например, это уже мигранты, да? Да, конечно. Потому что они следуют за тем, чтобы улучшить свое материальное положение. Точно так же то, что касается Германии. В Германии вообще интересная ситуация, потому что... Давайте вспомним тот момент, когда Тила Сарацин выпустил свою такую нашумевшую книгу «Германия сам ликвидируется», помните, да? Тогда у них было очень много вопросов с турецкими мигрантами. Причем, если мы посмотрим на историю турецкой миграции, она начинается там точно с начала 60-х годов. И как раз вот та история, про которую вы говорите. Первое поколение, которое приезжает, оно очень довольно своим положением, потому что оно сильно различается с теми условиями, в которых он живет на родине. Но чем дальше, тем больше возникает соблазнов. И это естественно. Следующее поколение уже не понимает, почему оно находится в условиях не таких, в каких находятся его, скажем так, ровесники, но титульной национальности. Да, но здесь есть один нюанс. То есть, скажем, если мигранты во втором поколении, мы наблюдаем у них больший всплеск негативного отношения, агрессии, то в третьем поколении, как правило, происходит обратный процесс, который я увязываю с элементарным проблемом ассимиляции. Но очень важное условие заключается в том, что если, допустим, мигрант является носителем конфессии коренного населения, то проблемы адаптации происходят достаточно быстро. Если же мигрант является представителем иной культуры, иной конфессии, то, как правило, его адаптация, его интеграция происходит дольше и происходит более болезненно. И в этом отношении, вот яркий пример, турецкие мигранты на территории Германии, я совершенно с вами согласен, если первое поколение адаптируется достаточно легко, то второе и третье поколение, вот это особенности культуры, особенности царического развития и особенности различия, абсолютно различия в конфессии, они, на мой взгляд, играют, наверное, решающую роль. И именно вот эти различия мы должны учитывать при выработке новой модели по интеграции и адаптации мигрантов. Ну вот в этой связи возникает вопрос, если третье поколение, оно должно как бы ассимилироваться. Почему возникают такие анклавные районы проживания? Почему есть какая-то группа как раз мигрантов, которые очень хорошо интегрируются, которые отлично обладевают языком той территории, на которой она прибыла, отлично усваивают все правила социального общежития, скажем так, как бы это не смешно звучало, все социальные правила и нормы. И остается другая группа, которая не интегрируется, не считает нужным изучать язык, принимать нормы и правила и буквально замыкается вот в каком-то своем кругу. С чем это может быть связано? Связано ли это с бэкграундом, с которым приезжают вот эти вот мигранты? Потому что не секрет же, что даже в Германию ехали зачастую представители таких не самых благополучных социальных слоев, естественно, на такую не самую престижную работу переезжали. Поэтому связано ли с этим или с чем? Чем объясняется? Тут две составляющие. Первое – это уровень образования. Все-таки исследования показывают, что мигранты с соответствующим уровнем образования, хорошо, если это среднее образование, еще лучше – это высшее образование, процесс адаптации и интеграции в сообщество проходит достаточно быстро. Это первое. Второе. К сожалению, в Европе, я считаю, это одна из проблемных точек, когда мигранты, мигрантские сообщества живут обособленно и формируются в некие, как вы сказали правильно, анклавы. Все-таки мне представляется, что адаптация и интеграция мигрантов должна проходить в рамках интеграции мигрантов не в анклавах, а именно через общество. Недопустимо, чтобы какие-то сообщества мигрантов проживали обособленно. Когда проживают они обособленно, то особенности развития, опять-таки, повторюсь, культуры, и особенно это связано и с религиозными вот этими моментами, они без сомнения приводят к тому, что они больше замыкаются в той культуре, которая формируется уже, собственно, в этих мигрантских сообществах, и не дает возможности им реализовать свои возможности, свои способности уже в процессе интеграции и адаптации. Здесь еще очень важная третья составляющая – это наши отношения к мигрантам. То есть мы на них зачастую смотрим все-таки не как на наших сограждан, а с моей точки зрения это наши новые сограждане. И процесс адаптации, интеграции мигрантов зачастую зависит от того, насколько принимающая сторона предоставляет им возможности для их реализации. И если такие возможности предоставляются ограниченно, а еще хуже, они не предоставляются, они минимизируются, тогда отношение мигрантов к принимающему сообществу как раз и проявляется в большем негативном виде. А реализация в каком плане? Что имеется в виду? Что они реализуют? Вот они приехали как мигранты, как трудовые мигранты. Кстати, давайте разберем. Если мы говорим о миграционных потоках в Российской Федерации, то тут как минимум две волны мы выделяем. Это первая волна, которая была после развала СССР, когда в все 90-е годы очень большой был отток населения нетитульных национальностей из национальных республик, которые возвращались в Российскую Федерацию. И с интеграцией, вот они как раз проходили по категории беженца зачастую, и с интеграцией этих людей никаких проблем не возникало. То есть мы теперь, например, просто знаем, у всех есть знакомые или родственники, которые как раз в 90-х, в конце, в начале, там по-разному складывалось, приехали в Россию обратно, там в Татарстан очень много возвращались как раз татары. Вот. Это была одна волна миграции. Мы про нее уже даже не вспоминаем, потому что она прошла беспроблемно. И, собственно, 2000-е годы – это уже другая волна миграции. Вот можно ли их называть, собственно, трудовыми мигрантами? И есть ли с ними проблемы? То есть насколько легко вот сейчас миграционные потоки проходят? Интегрируются ли эти люди, либо не интегрируются? Потому что вот вы сказали, что если есть конфессионные составляющие, которые объединяет, то это практически безболезненно происходит. Тогда мы можем говорить, что вот в Татарстан, например, зачастую мигранты выбирают именно потому, что они из республик, где исповедуют ислам, они приезжают сюда в расчете на то, что здесь им будет легче интегрироваться. Вот я знаю, что вы проводили ряд исследований, участвовали в ряде проектов. Насколько это действительно так? Насколько интегрируются? Насколько ассимилируются, может быть? Насколько здесь вот отношение к мигрантам какое складывается? Как их готовы воспринимать? Да, это очень важная проблема. В самом деле первая могла волна миграции, она была связана с нами, с нашими соотечественниками, которые по тем или иным причинам были вынуждены выезжать из республик Средней Азии, некоторых других регионов бывшего советского, союза. И правда, их адаптация прошла достаточно спокойно. Они сегодня интегрированы в наше общество, но и, в общем-то, являются нашими согражданами. В полном смысле этого слова. В полном смысле этого слова, да. Я бы сказал, что вторая волна миграции, которая вот началась в последующем, в десятые годы, она, конечно, вызывает очень больше вопросов, чем ответов. Это, конечно, трудовые мигранты, это в какой-то степени беженцы, но и большой процент составляют это неучтенные мигранты, которые по тем или иным причинам приезжают. Теперь вы подняли очень важную проблему миграционных потоков, связанные с общностью культуры, языка, конфессии и так далее. Вот в свое время, помните, несколько лет назад был всплеск столкновения, я бы даже сказал, молодежи кавказской, московской, питерской. Не в Казани вы видите, в Москве, в Питере. Это в Москве, в Петербурге, известные события были, которые вызвали большой резонанс. И тогда я вот подумал, что, наверное, все-таки мигранты как внутренние из республик Северного Кавказа, так и внешние, которые приезжают из Средней Азии. Ну, я прогнозировал, что там начнется ответная реакция, и затем какой-то поток, в общем-то, направится к нам. Вот исходя из этого, мы и приступили к исследованиям по изучению конфликтогенности мигрантов. Первый этап мы проводили, начали в 2015 году, в 2016 году. Это мы исследовали уровень конфликтогенной ситуации, уровень риска возникновения конфликтов по Татарстану среди коренного населения, основных наших этнических групп, да, наций, это русские татары. А затем постепенно мы разработали методику, она, причем, отмечу, социально-психологическая методика, которая направлена на выявление конфликтогенных ситуаций, в целом, риска возникновения конфликтов как среди мигрантов внутри мигрантского социума, так и с коренным населением. А какая выборка по мигрантам была? Откуда они были? По мигрантам она была достаточно свободная. Мы начинали со студентов, затем у нас достаточно много командировок. Вот, например, я выезжаю в города Приволжского федерального округа, и мы просто ведем беседы, анкетирования с мигрантами. Откуда? Я имела в виду, откуда, собственно, эти? То есть, ребят какого происхождения? Ребят из Средней Азии. Средней Азии, да. Да, преимущественно, это в основном мусульмане, это узбеки, таджики, киргизы. Русским языком владеющие. Русским языком владеющие, естественно, да. И такая проблема стала через поколения, когда уже забыли русский язык, они не учат. Причем мы исследовали разные социальные группы, то есть так называемый средний слой, которые приехали сюда учиться. Понимаете, вот все-таки воспитание человек получает в той среде, в которой он общается, в которой он существует. То есть средний слой какой-то уровень толерантности ему все-таки дает. Они приезжают сюда получать образование высшее или средне-техническое образование. То есть это, с моей точки зрения, представители вот той прослойки населения, которые все-таки имели среду соответствующую и имеют какой-то уровень толерантности. Причем отдельной группой, фокус-группой мы исследовали тех трудовых мигрантов, которые приезжали просто на заработки. Ну и не секрет, что сегодня в Татарстане иммигрантов достаточно много, их более 70 тысяч, причем официально из регионов Средней Азии чуть больше 40, я думаю, неофициально их более 50. Но и первые исследования достаточно интересные. Вот если исследование, которое мы проводили среди коренного населения, то уровень, не буду говорить, что проблем нету, риски возникновения конфликтов есть, но они очень минимальные. То есть средний уровень конфликтовидности, он находится на достаточно низком уровне. А вот уже изучение при помощи этой методики мигрантов, он дает несколько иную картину. Можно я сразу уточню? Вот вы говорите уровень толерантности приезжающих, приезжающей молодежи. В этом случае идет именно расчет уровня толерантности или готовности к интеграции? Вот как, где тут разница? А это вещи взаимосвязаны. Ну понятно. Конечно. Готовность к интеграции тоже оценивалась? Естественно, да. Но главная задача была, это выявление риска возникновения конфликтов вот в этой среде. Если рисков немного, и они минимизированы, это означает, что они готовы к адаптации и к интеграции. Причем мы четко выделяем три группы, они четко сегодня выделяются. Это легко адаптируемые. Причем легко адаптируемые именно те, которые представляют некий такой, условно говоря, я говорил, средний слой. То есть они легко адаптируются. То есть их готовность к адаптации зависит от социального происхождения, по сути? Конечно. Без сомнения. От социального статуса? Да. И от той среды, в которой они обитали, в которой они воспитывались. То есть представители крупных городов... Выше образование, наверное. Выше образование, среднее образование. У них уровень адаптационности, он выше по сравнению с теми мигрантами, которые приезжают из небольших населенных пунктов, где и уровень образования ниже, и где, конечно же, их материальное положение, финансовое положение было гораздо хуже. Вторая группа таким образом... А, первая группа, это значит, легко адаптируемые. В основном к ней относятся представители вот этих вот так называемых средних слоев населения. Вот вторая группа, она несколько малочисленная, она тоже представляет очень большой процент. Мы их условно называем среднеадаптируемые. Тут есть представители из средних слоев, есть представители, скажем, из небольших населенных пунктов, которые имеют очень низкий уровень образования. И, наконец, очень небольшая группа. Мы очень переживали, думали, что насколько исследования покажут, сколько будет представителей из третьей группы, мы их условно назвали трудноадаптируемыми, я бы сказал бы, неадаптируемыми. Их условно называем маргиналами. Сколько примерно их в процентах? Они примерно составляют где-то 10%. Каждый десятый. Да, каждый десятый. На первый взгляд это много. Но, с другой стороны, я все-таки больше склоняюсь к тому, что совсем неадаптируемых, наверное, не бывает. Ведь необходимо, очевидно, разрабатывать такую модель интеграции, которая позволила бы вот этим потенциально неадаптируемым предоставить возможности адаптации. Ну и в перспективе показать, что у них есть перспективы. А с чем вы связываете их неготовность к адаптации? То есть вы же, наверное, составляли какой-то социально-психологический портрет. Что в них объединяющего внутри этой группы? Ну, во-первых, опять-таки, повторюсь, это происхождение, это очень низкий уровень образования. Ну и вот те вопросы, анкетные вопросы, которые мы давали на вопрос, является ли моя нация самой умной, они отвечали утвердительно. Как вы относитесь к представителям другой конфессии? Ну, такой довольно провокационный вопрос, да, является? Провокационный, это психологическая методика, да. Потому что, в принципе, автостереотипы, они по отношению к своей группе всегда более позитивные. Вопросы этой методики, они достаточно откровенные. Они, повторюсь, социально-психологические, и они дают социальный портрет этих мигрантов. А как на такой же вопрос, считаете ли вы свою нацию самая умная, отвечали представители самой легко адаптируемой группы? Вот это самое интересное. Они примерно отвечали так же, как отвечали представители коренных наций Республики Татарстан, русские татары. Там примерно одно и то же, что идеальных наций не бывает, что умных наций, так же, как глупых, не бывает. И анализ показывает, что уровень толерантности у них примерно такой же, как у представителей коренных народов. Хотя, я хотел бы обратить внимание, что все-таки уровень толерантности у коренного населения, ну, может быть, чуть-чуть выше, чем у легко адаптируемых и среднеадаптируемых. Здесь еще одна особенность. Отношение коренного населения к мигрантам. Правильно? Мы эту проблему затронули. Я убежден, что адаптация мигрантов, она во многом зависит не только от них, но прежде всего от нас, нашего отношения к ним. Когда мигрант видит в себе уважительное отношение, когда он видит в себе, что мы в нем видим разного, тогда процесс адаптации, они проходят безболезненно. Вот тогда сразу у меня вопрос. Прямо тут же в лед. Мы привыкли слышать про доктрину мультикультурализма, которая распространена в Европе. И как раз она показывала именно максимально позитивное отношение коренного населения, титульного населения к мигрантам. Тем не менее, в какой-то момент эта стратегия давала сильный сбой и получалась ситуация наоборот. Ну, как мы сейчас можем видеть, рост этих ультраправых настроений практически по всей Западной Европе и не только по Западной Европе. И как раз когда вот это очень хорошее отношение к мигрантам, оно почему-то не стало работать. Вот это обоюдный процесс все-таки, наверное. Или почему там это не сработало, почему работает у нас? Вот в чем разница? И почему я это спрашиваю? Потому что часто на каких-то встречах с западными коллегами задаемся вопросом, каким образом опыт, например, Татарстана можно экстраполировать на европейский опыт, на европейскую территорию. Как можно им это использовать для того, чтобы уравновесить свои какие-то отношения внутри с мигрантами? Проблема мультикультурализма, она, конечно, отдельная проблема. Мы об этом и с нашими европейскими коллегами много беседуем. Ну, я, во-первых, не считаю, что в Европе всегда и во всем было очень доброе отношение к мигранту. Оно было очень разное. Это во-первых. А во-вторых... То есть показное, вы считаете, оно было? Ну, не совсем показное. То есть там тоже не так все просто. Разумеется. Вот мне понравилась та цифра про 50 тысяч, вы сказали, около 50 тысяч у нас представителей Средней Азии в среднем проживают в год. Вот 54 тысячи – это как раз то количество мигрантов в Венгрии, которое въехало в 2015 году, ну, по официальной статистике. И именно эти 54 тысячи, они просто явились вот, как бы сказать, тем потоком, который переполнил кувшин. Потому что Венгрия, вы знаете, что это та страна, которая категорически вообще не приемлет присутствие мигрантов в своей стране и которая занимает крайнюю позицию, возводит стены, ссорится с Европейским Союзом. Да, то есть вот это к цифрам, что может быть не только количественная составляющая, как раз вы правы, именно какой-то социально-психологический момент. Но вот в чем разница отношения, например, у нас к мигрантам и взаима какого-то отношения и европейского? Почему там не работает? Почему работает у нас? Проблема возникла с мигрантами из мусульманских стран прежде всего. Опять-таки различия в культуре, различия межконфессиональные, да? Нет опыта совместного проживания. Да, да, естественно, да. Скажем, мигранты и выходцы из тех же бывших британских колоний, но не мусульманских, там адаптация происходит быстрее, потому что есть другие, скажем так, все-таки носители единой какой-то идеологии, да, христианской идеологии. Теперь возвращаясь к Татарстану. Когда мы проводили исследование среди русских и татар, как они относятся к мигрантам-мусульманам? В целом позитивное, в целом очень хорошее, примерно одинаковое. Но есть один маленький нюанс. Отношения татар, ну мы их так называем мусульман, да, хотя среди татар и светских людей очень много, и атеистов, у них отношения к мигрантам-мусульманам все-таки несколько более позитивные, чем отношения, хотя у русских тоже позитивные, но чуть-чуть повыше. В то же время, тоже интересный факт, когда мы проводили исследование среди мигрантов-мусульман, как вы относитесь к представителям разных конфессий, национальностям, русским татарам, у них в целом очень позитивные отношения, как правило, к коренным народам, но при этом отношения к татарам, как ни странно, чуть-чуть получше, чуть-чуть. Это о чем-то говорит. Это на каких территориях отношения к татарам чуть-чуть получше? Вот, например, из Средней Азии мусульман, да, это о чем говорит? Это говорит о том, что конфессиональная составляющая, она играет очень большую роль, то есть они смотрят, ага, это братья, это мусульмане. Даже мы с одним, когда с группой работали, мигрантов из Узбекистана, они какое-то время проживали в Москве, на мой вопрос, а что вас подвинуло приехать в Казань, вроде в Москве, и заработки-то и получше, наверное, чем здесь. Они говорят, да, но мы, говорят, прошли тот этап, когда это главное, то есть они уже живут здесь не первый год, не второй, у них уже дети здесь родились, то есть у них уже пошло второе поколение. Мне их ответ очень, так, не сказал бы, озадачил, но немножко вопросов у меня возникли. Он говорит, вы знаете, это мусульманская республика, все-таки в Москве, опять-таки, явление ресентимента, да, вот мы там вначале были, все хорошо, но потом мы чувствовали, что вот нам все-таки относится не как к соплеменникам. А здесь таких проблем нет, здесь мусульмане живут. То есть вот это играет очень большую роль, поэтому в Европе, в тех странах, где возникают проблемы с миграционными процессами, они прежде всего возникают с теми эмирантами, которые из мусульманских стран. Кстати говоря, что больших проблем, хотя европейцы говорят, что у них особо, особенно у них огромное количество, и я думаю, что мигрантов-то в Турции побольше, чем в той же Венгрии. Кстати, хороший вопрос, потому что Турция, это страна, которая практически первая оказывается на миграционных маршрутах, и чем она интересна, это как раз вот такая страна, у которой две страны. Это и принимающая страна, да, рецепиент сейчас мигрантов, но какое-то время назад, как раз по отношению к Германии, она была страной-донором. То есть она поставляла своих гастарбайтеров в то время, ну, этого стесняться нечего, так оно называлось, вполне везде. То есть в какой-то момент страна посылала своих мигрантов, в какой-то момент она принимает. Вот сейчас, насколько я знаю, все-таки вы знакомы с ситуацией в Турции, насколько много там мигрантов, и как раз туда же мигрируют люди из культурно близких стран, да, насколько там вообще ситуация с мигрантами, она острая, не острая, адаптируется, как это все происходит? Потому что, когда мы говорим о миграционном кризисе, мы обычно смотрим на Европу, про Турцию говорят мало. Вообще опыт Турции мы плохо знаем, если быть откровенным. Стамбул на сегодняшний день, не скажу, наводнен мигрантами, но их там огромное количество, официальных данных там 2-3 миллиона, мне кажется, их больше. Вы правильно заметили, что в основном туда едут представители из тех стран, которые имеют общую культуру, общую историю. Я более того скажу, в основном из стран бывшей Османской империи. Вот если, например, мы берем Сирию, она когда-то входила в состав Османской империи, как только в тех или иных регионах, например, Сирии, начинается политический кризис, начинаются военные действия, это напрямую отражается на миграционные потоки. Мигрантов очень много, и Турция, в общем-то, у нас некоторые говорят, является переволочным пунктом, я бы так не говорил. Это страна, которая принимает первый удар, это миграционных потоков. Для беженцев, которые проживают на территории Турции, в основном они едут, конечно же, в Стамбул, для них это тоже бывшие метрополии, это для них возможность уйти от войны, это для них возможность себя реализовать. И почему там проблем, видимых проблем меньше, опять-таки, это общая культура, общая религия, это общая история. И опыт Турции, на мой взгляд, он требует очень внимательного изучения, и я не сомневаюсь, что там накоплен достаточно богатый опыт, но и который, конечно же, нам бы тоже пригодился. И последнее, я хочу сказать, я очень хотел об этом сказать, да, вот среди причин миграции, об этом почему-то сейчас не пишут, это, конечно, изменение климата. Вот в Европе, европейцы сейчас об этом начали открыто говорить, но количество мигрантов из центрально-африканских стран независимо, это бывшие колонии, небывшие колонии, увеличивается поток людей, мигрантов, независимо от стабильной этой страны, нестабильной этой страны, именно за изменение климата. Когда летом, это невыносимые условия, это жара, это засухи, и это одна из причин миграционных потоков именно в Европу. Я думаю, что нас это тоже, возможно, будет ожидать. К этому надо готовиться. Очень хорошо, это как раз вот вы дали затравку на следующую нашу встречу. Я думаю, что мы ситуацию в Турции обсудим подробнее, потому что действительно это интересно, и тема, которая не сильно затрагивает, и вот экологические изменения, это такой новый подход. Думаю, что мы об этом поговорим обязательно. Почему удовольствием? В следующий раз спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь, смотрите нас дальше. Спасибо, Раэль Розилович. До свидания. Всего хорошего. До свидания.